Перерабатывать пакеты и пленку будут под Новосибирском. Такой завод сейчас строят в поселке Красный Яр. Производство планируют запустить в следующем году. Екатерина Карпенко посмотрела, как уже сейчас дают вторую жизнь бумажным отходам и почему до сих пор не утилизируют стаканчики из-под кофе. Проистоит изготовление бумажного полота, производство бумаги для гофрирования. На этот склад поступает макулатура со всего региона, плюс производственные отходы от гофрзавода. Со склада залежи коробок отправляют на очистку от скотча, скрепок, песка. Порой находки удивляют. У нас скоро будет музей сформирован, что мы находим в макулатуре. Утиги, кеды очень много, всевозможные вещи, старые, типа магнитофоны. На транспортере макулатура движется в гидроразбиватель. Там она превращается в пульпу и, будучи очищенной, поступает в бумагоделательную машину. В сутки этот контейнер перевозит около 120 тонн. После очистки ключевой этап создания бумаги. Сушильная часть температуры воздуха составляет 80 градусов на выходе. Когда бумага наматывается на тампу, наивал, она остывает и становится примерно 40-45 градусов. А вес такого рулона 4 тонны. Далее все это разрезается на продольно-резательном станке на две части, где получается два рулона, которые весят. Каждый по 2 тонны упаковывается и отправляется на хранение в склады. На Новосибирском заводе пока перерабатывают лишь макулатуру. Хотят утилизировать еще и тетрапак. Молочные пакеты и стаканчики из-под кофе можно разделять на бумажную основу и пленку с алюминиевой фольгой. Но на специальном оборудовании. В планы вмешались санкции и не только. Я надеюсь, что в 2022 году мы такую линию, соответственно, запустим. Но здесь глубже вопрос состоит в следующем. Где взять этот тетрапак? Пока у нас буксует так называемая мусорная концессия. За 6 лет не построили мы мусоросортировочные комплексы. Нет самого тетрапака. При раздельном сборе его невыгодно собирать. С полигонов он тоже не поступает. Поэтому вопрос с тетрапаком пока остается открытым. А вот переработку вторичного пластика скоро наладят. Для этого в поселке Красный Яр построили первый производственный корпус. Его запустят весной следующего года. Там будут перерабатывать полиэтилен, чтобы изготавливать упаковку для яиц, пакеты и пленку. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.